Итак... Святое Петро, да? Святое Петро, да? Святое Петро, ага... ...invece, all'Abbazia delle Tre Fontane, cioè, è stato denominato San Paolo, e la sua testa ha fatto tre sanghi, e quindi ci sono le tre soggetti. ... 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 связан со своими, кто им служит, это идёт через память. Вы должны знать, как работает судьба. Судьба хватает человека за память. Судьба хватает человека за память. Если действует плохая судьба, человек не может оторваться, он думает, думает, думает постоянно об этом. Это означает влияние плохой судьбы. И через думание происходят все события плохие. Думаешь о плохом, наступают плохие события. Думаешь о хорошем, наступают хорошие события. Через мысли действует судьба всегда. Через мысли. А как научиться не думать о плохом? Для этого нужно повторять вместе с теми, кто молится. Потому что есть память, привлекается силой и любовью. Двумя вещами. Есть сила, есть любовь. Когда люди молятся, они могут очень с силой, с силой большой молиться. И также с большой любовью. Есть молитвы, пропитанные любовью, а есть молитвы, пропитанные силой. И то и другое привлекает память. Когда человек свою память от страданий отвлек, он начал думать о молитве, то в это время сила Бога наполняет его и разрушает плохую судьбу. Ну то есть надо молиться вместе с теми, кто привлекает твою память, кто очень сильно тебя привязывает к тебе. Есть разные молитвы, которые наполнены любовью, понимаете, силой. Ну то есть эти молитвы, они примерно похожи друг на друга. То есть они, может быть, все разные, но они похожи вот этой вот очень большой силой. То есть люди молятся с очень большим желанием внутренним. И, ну, я могу вам поставить, ну, одну вы уже слышали. Допустим, я вот, у меня есть просто песнопения такие духовные. Это молитва Харе Кришна, вот, ведическая уже молитва. Один святой человек, он прямо оставил этот мир в поклоне перед алтарем. И вот он поет тоже очень красиво. Вот это побеждает судьбу. Что это значит? Что это, если вы очень сильно это слушаете, самое важное понять, что когда человек просто слушает, он не может победить судьбу. Ему нужно еще повторять. Когда человек повторяет, его память увеличивается десятки раз о том, что он делает. Повторять надо спокойно, не торопясь, от сердца. Так же, как они, те, кто от сердца повторяют, они тоже не торопятся. Некоторые торопятся больше прочитать молитвы. Это не помогает. Нужно от сердца, спокойно. И тогда, когда твоя память примагнитилась к этому звуку, то проходит три стадии. Первая стадия – спокойствие в сердце. Тебе стало спокойно, муж уходит, а тебе стало спокойно. Такое ощущение, что как будто тебе наплевать. Но тебе не наплевать, это просто 30% побед над судьбой уже произошло. Он говорит, я ухожу. Тебе спокойно, он все равно уходит. Он говорит, я ухожу. А тебе спокойно в сердце. Вторая стадия называется контакт, влияние. То есть люди связаны друг с другом в сердце. И ты до этого была очень обижена, даже разговаривать с ним не хотела, какое предательство он совершает. Уходит от тебя. А сейчас ты чувствуешь, что я есть силы с ним разговаривать. Ты с ним общаешься. Он начинает с тобой дружить, хотя живет с другой женщиной. По-доброму к тебе относиться начинает. Считает тебя близким человеком, что ты остался близким, осталась близким человеком. Это уже 60% побед над судьбой. Потом дальше у него начинает совесть просыпаться. Он думает, что же я ее бросил-то. Он приходит к вам в гости и говорит, я хочу тебе помочь. Вот деньги на ребенка. Давай я тебе там отремонтирую квартиру. Вот тебе ремонт там и так далее. Потом начинает общаться, советоваться. Вот у меня жена плохо себя ведет. Что бы ты посоветовала ей сказать? Как с ней, что делать, чтобы она перестала так себя вести? Ты ему рассказываешь, советуешь. Он это делает. Потом говорит, я у тебя останусь на ночь. Останусь, что-то домой не хочу. У тебя там все плохо, у тебя все хорошо здесь. Потом говорит, ну я уже все, никуда не пойду. Я здесь вообще останусь. Я вам рассказываю реальные истории, мои хорошие. Я уже давно еду. У меня много интересных историй для вас. Это все молитва. И женщина молилась мне, рассказывала о своих ощущениях. Что происходило в ее сердце. И эти стадии у всех есть. У каждого человека. Если человек побеждает свою болезнь, первая стадия победа над болезнью. Он знает, что делать с ней уже. Он начинает преодолевать ее. У него уже есть метод. И третья стадия выздоровления. На работе первая стадия спокойствия. Начальник говорит, я тебя выгоняю через полгода. Все. Первая стадия спокойствия. Вторая стадия влияние. Начальник уже лучше начал к себе относиться. И третья стадия побед над судьбой. Представляете, даже если начальник вас выгонит, а вы почувствовали третью стадию. Даже если муж не вернется, а вы почувствовали третью стадию. Значит, Бог вам сразу даст другую работу и даст другого мужика. Ну то есть, понимаете, мы имеем дело только со своей судьбой всегда. Мы не имеем дело с человеком. Но судьба, когда имеет дело с нами, она делает интересную вещь. Она нас всегда зацепляет за крючок плохого мнения о человеке. Если мы начали плохо думать о человеке, значит, мы проиграли судьбе. Нужно себя оторвать от этих мыслей. Не дать возможности так думать. Иначе вы ничего с судьбой не сделаете. Как только вы обиделись на человека, считаете, что он виноват во всем, вы судьбу победить не сможете. Потому что вы в этот момент не понимаете, что все в ваших руках. Если человек виноват, значит, его поступок должен все поменять. Мне делать нечего. Он должен что-то делать. Я же не бросала. Но если ты понимаешь, что твоя судьба действует, тогда ты будешь делать. Что ты будешь делать? Ты будешь молиться Богу. Ты будешь строить отношения. Прощать, просить прощения. Какие у вас вопросы ко мне по поводу сегодняшней лекции? А как, если женщина вот идет к Богу сильно, а мужчина вот категорически против? Вот ему нет веры. Он не понимает, для чего это. Если мужчина категорически против, это значит, благодарности в его сердце. В результате отношений с вами не возникло. Это значит, что ваше служение ему нечистое. Нет глубины в вашем служении. Потому что он должен стать благодарным к вам. А когда он благодарным к вам станет, его сердце зайдет в ваше знание. Знание не передается через слова близкому человеку. Она передается через сердце. Женщина всегда идет вперед по отношению к Богу, по отношению к мужчине. Всегда. Но мужчина тоже меняется. Понимаете, если мужчина вообще не меняется, еще больше того настроен негативно, это значит, что женщина неправильно с ним строит отношения. Это значит, нет глубокого контакта с его сердцем. Это значит, что нет ни правильного служения, ни воспитания. Потому что есть правильное служение и воспитание. Есть, то он все равно будет меняться. Просто не так, как вы хотите. Ко мне один раз женщина пришла, такая говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж, ну, неразумный человек. Я не знаю, как с ним вообще жить. Он тупой, как баран вообще. Ничего не соображает. И оказалось, что муж, ну, она консультацию у меня получала, что муж стоит за дверью. Я узнал об этом, говорю, приглашайте мужа. Она пригласила. Я говорю ему, вы уже курить бросили или нет еще? Он говорит, я почти бросил уже. Я раньше 10 сигарет курил в день, а сейчас всего пол сигареты курил. Я скоро вообще брошу. Она говорит, ведь видите, Олег Геннадьевич, он не бросил. А я уже два года молюсь. Понимаете? Я говорю, а вы как у вас с работой? Он говорит, ну, я уже работаю. Говорит, просто мне работа не нравится, но я стараюсь. Уже работаю. И как бы зарплата не такая большая, но я работаю. Я говорю, видите, он не бездельник, он работает у вас. Она говорит, ну, зарплата-то маленькая. И так далее. Понимаете? Женщина никогда не будет довольна полностью с развитием, прогрессом своего мужа. Потому что всегда она будет впереди в этом вопросе. Понимаете? Но если женщина стала довольна прогрессом своего мужа, то она вообще может расслабиться и счастливо жить. Потому что он уже не остановится тогда в этом случае. Но это надо вкладывать к его силы. Понимаете? Поэтому вы вкладываете силы. Мужчины такие медленные люди. Это как паровоз. Его надо разогнать, потом его не остановишь. Медленные мужчины очень... Я говорил вам, что мужчины очень тугие в поступках, в деятельности, в мышлении. Но характер их быстро меняется. Если мужчина пошел вверх в своем развитии, он быстро себя поменяет. Надо его поменять в эту сторону. Он должен стать вам благодарным когда-то в какой-то момент. Вы, когда ему что-то делать, сильно обижаетесь, что он не реагирует. Нужно думать о Боге, когда вы делаете что-то для мужа. И стать самодостаточной наполненной в отношениях с Богом. Надо думать, знаете как, что я делаю все для того, я делаю для блага своего мужа все. Я это делаю с мыслями о Боге. Я делаю не для того, чтобы он мне был, ну как бы, чтобы он мне сказал спасибо. Чтобы он обращал внимание на мое служение. Я делаю для того, чтобы ему благо получил. Если я с молитвой готовлю, муж получает благо от этой пищи. У него очищается судьба. Человек, который освященную пищу ест, он вас в ад никогда не пойдет. Ради этого надо готовить к мужу. И все, и ничего от него не хотеть вообще. Ничего не желать. В результате он станет благодарным через некоторое время. Бог откликнется из его сердца. И в этот момент, вы когда ему что-то говорите, благодарный человек не может не слушать того, кого он благодарен. Одна женщина мне задает вопрос. Говорит, Олег Геннадьевич, я хочу вам задать вопрос. Я спрашиваю, а сколько вы слушаете мои лекции? Она говорит, я никогда не слушал ваши лекции. Я первый раз на лекции. Я ей говорю, я не буду отвечать на ваш вопрос. Я не буду вам отвечать. Она говорит, почему? Я говорю, а потому что у вас нет благодарности. Вы никогда не слушали, у вас ничего в жизни не менялось. Вот я вам сейчас буду говорить серьезные вещи, которые очень трудно принять в жизни. Я говорю, я не буду вам говорить, потому что вы не сможете принять мои слова. Она говорит, нет, скажите. Заставила меня и сказала, она не приняла. Почему? Ну, потому что она благодарность человека заставляет принять. Если я ничего для нее в жизни не сделал, она не услышит меня, а ей надо было услышать серьезные вещи от меня, понимаете? А серьезные вещи означают всегда очень тяжело принимаемые. Поэтому наши отношения не находились на той стадии, чтобы она услышала. Точно так же, если вам муж не благодарен еще, он не примет от вас знания. Хоть вы лопнете. Нужна благодарность, понимаете? Надо микрофон, а то переводчики не слышат ничего. Они не могут переводить ваши слова. По поводу ваших слов относительно делания чего-то для мужа, но с точки зрения, чтобы в этом было блага для него, а не так, что я хочу... Блеснуть, блеснуть перед ним своим рецептом. Вот если, допустим, я хочу восносить хвалу Господу, но с мыслью, что я это делаю для блага мужа. Да. В данном случае молитва будет для него полезна? Очень. Очень. Конечно. Одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, вот сколько раз мне надо во время молитвы вспоминать мужа, чтобы ему благо было? Я говорю, надо постоянно вспоминать об этом. Она говорит, почему? Я говорю, потому что, ну, у Бога, он, понимаете, Бог, он очень старый уже, и у него уже развился склероз. Вот вы один раз ему сказали, это для мужа, как бы, он забывает все время. Поэтому надо повторять, постоянно повторять, что это для мужа, это для мужа молитва. Вот, и тогда он будет вспоминать и направлять мужу. Понимаете, мы смешные люди. Мы не понимаем, что Бог, он не такой, как мы. Он ничего не забывает. Вы один раз сказали, это для мужа, а дальше думать только о Боге. И он все направит к мужу. Он ничего не забывает. Но так как мы забываем, поэтому мы тысячу раз вспоминаем. Так, это для мужа молитвы. Для мужа. Один раз подумали об этом, все, пойдет к мужу. Да, Ваш вопрос. Будьте счастливы. Спасибо. Очень глубокая, прям трогая. Одна просьба маленькая, вот молитва, которую мы сегодня поставили, что мы из России, если можно, ссылочку. Да запросто, это вообще не проблема. Я уже слышала о Ваших лекциях, эту молитву как бы там, да. И Вы не можете найти, да? Я искала. А я могу? Спасибо. У меня еще много есть. А можно вот все какие-то такие благостные молитвы? Я могу отдать организаторам на флешке, сбросить все эти молитвы. Спасибо. И Вас немного, Вас немного, Вам всем раздадут. Но там есть и мусульманские тоже. Да, да. Ничего, нормально? У меня еще вот появилась недавно одна мусульманская молитва. Так она мне понравилась вообще. Шикарная просто, шикарная. Ну, такие я собираю, самые эффективные, на разных традициях духовных, разных верах. Очень мне нравятся. А можно еще вопрос? Да. Вот, чтобы женщина не творилась по славу мужа, да, ей нужно с вами быть людей. А логически, как бы, да, нужно убрать осуждение? Конечно. Как это сделать? Как убрать осуждение? Есть два варианта. Можно и страха убрать, можно и знание. Ну, то есть, первый вариант из страха, это означает, что если ты кого-то судишь, значит, ты считаешь, что ты лучше этого человека в этом вопросе, Бог обязательно проверит. У меня есть один друг, он очень сильно осудил. То есть, у меня два друга, один из них бросил жену. Ну, неприятная ситуация совершенно. Вот, и второй друг так его сильно осудил, сильно очень осудил, ругал его вообще, о чем свет стоит. Ну, осудить означает, как понятно, что не то, что мы таким радуемся, что бросает жену кто-то друг. Просто надо по-доброму сказать, слушай, ты неправильно поступаешь, так нельзя. Ну, чтобы у него какое-то что-то в голову вошло знание. А он просто его ругал и перестал с ним строить отношения. Вот, через пару лет он сам бросил жену. Ну, а даже в мой взгляд. Почему он бросил? Потому что Бог ему сказал, ну ладно, ты такой крутой, давай тебя проверим. Вот ты справишься в этой ситуации. Он дал точно такую же ситуацию, точно такую же. И тот не справился, и тоже бросил. И страх, у меня возник страх. Я подумал, я не хочу людей осуждать, потому что мне не нужны такие ситуации в жизни. Зачем мне это надо? Чтобы получать такой же результат, потом не хочу. Это означает страх. Есть еще знание. Знание заключается в том, что если ты осуждаешь кого-то, то ты теряешь возможность быть успешным в жизни, потому что твоя психика привязывается к негативу. Понимаете, если человек об испражнениях постоянно думает, то он духами не пахнет, понимаете? Он пахнет тем же самым. О чем человек думает, тем и пахнет. А такие люди никому не нужны, понимаете? От них воняет. Поэтому человек должен отвлекаться от плохих мыслей, от других людей. Для того, чтобы быть успешным просто человеком, это означает знание. Вот если, допустим, я сейчас плохо начну о ком-то думать, вы от лекции не получите счастья, вы не будете счастливы на лекции, вообще не будете испытывать счастья. Для того, чтобы вам испытывать на моей лекции счастье, я должен обо всех думать только хорошо. И тогда вам будет хорошо в этой атмосфере жить. Потому что я же создаю атмосферу своими словами. Я должен обо всех думать только хорошо. Тогда вам будет очень приятно в этой атмосфере находиться. Но если я о ком-то плохо подумал, до свидания, вы не будете счастливы. Как у вас получается думать хорошо? С помощью знания. Я просто знаю результат. Если я стараюсь... Ну, понимаете, всегда люди делают плохо какие-то. Когда человек делает плохо, это к этому приковывается внимание. Ты начинаешь об этом думать, думать, думать. Вот мой помощник, я ему пять раз сказал, что давай как бы это, ну, все там проработай, чтобы мы пришли домой. И он не сделал этого. Мы заблудились. Видите, я это говорю вам смешно, да? Потому что я не злюсь на него. Я простил, принял. Хотя это вызывает боль, это мысли об этом возникают. Как он мог вообще так сделать? Ну, вам смешно, потому что я принял. И не думаю об этом вообще. Это испытание для меня. Ты говорил прощать на лекции на прошлом. Вот прощай. Бог, он любит, испытывает. Он говорит, ты говорил про прощение? Ну, прощай вот у своего близкого человека. Давай сейчас прощай. А как быть, когда при тебе начинают осуждать и ругать? Не слушать, уходить. Переключать разговор. А если твое умение, спрашивай? У меня есть один наставник. Я как-то начал ему что-то говорить про кого-то. Ну, так, не очень. Он такой посмотрел на меня и говорит, слушай, Олег Геннадьевич, а ведь мы как бы, ведь мы вообще никого не осуждаем, правда? Я говорю, да, правда. Он меня моментально привел в чувство. По-доброму так он говорит. Не то, что меня осудил за то, что я осуждаю. А он, ну так, мне задал вопрос просто. Говорит, мы же не осуждаем никого, как вообще? Я говорю, да, мы никого не осуждаем. Я говорю, его не осуждал. Он говорит, я понимаю, да. Так, мы закончили разговор быстро. А можно про молитву добавить? Добавить? Ваш опыт какой-то? Да. Давай. Да, конечно, конечно. Конечно, классно. Я хотела сказать, что, наверное, результаты от молитвы, у них, кстати, опыт-то так-то не замечает. И я заметила, когда мы были на одном боже не сможем, и родственник, который он давно не видит. И они сказали ему, говорят, а что ты так говоришь? Про Бога, про святых. Что-то с тобой случилось. Это они сказали. Я даже сама не заметила. Но время пришло, я не замечала, что что-то не изменилось. А родственники, которые ее давно не видели, они заметили, что что-то не изменилось. Мужа давно не видели, да? Да. И вот они говорят, как у тебя на телефоне стоит вот там рождение Иисуса, и ты говоришь про святых. У нас там Марк, такие святые, летающие святые. Ну, и там есть, знаете. И у Мадонны, у нас здесь, что Наполеон ее видит, как будто она ему глазами там проводила. И они так удивились, что это с тобой. А они так думают, вот это да. А он говорит, это мне такое, знаете, по интернету присылают, вот я ей рассказываю. Ну, так ты так ушел от этого. Ну, что-то так-то, знаете, вот как мужчины, они не чувствуют. Он мне говорит, что-то ты плохо болишь, что у меня работы мало. Вот. Понимаете? Да. Ну, и еще у нас такая история, я не сильно могу сейчас, вот как-то я читала, и я... Вы из этой истории, женщины, вы какой вывод должны извлечь? Вы должны извлечь вывод, что вы никогда не увидите, что муж ваш прогрессирует. Да, правда. Вам всегда будет казаться, что он на месте стоит вообще. А он меняется. Если посмотреть объективно, муж меняется, но женщины никогда не будут довольны им, как он меняется. Мало считаешь. Мало, да, ну, конечно. Она, не знаю, весь курит, перестал, великий, торянцев стал. Все равно мало, да? Нет, мало. Все мало. Она женщина, потому что она хочет все больше и больше. она никогда не остановится. Вы должны радоваться, иначе вы расслабились. Она вам не даст расслабиться. Нет, это я уже понял. Я уже с этим... Я как бы смирился, но иногда у меня такое еще выскакивает, что как бы... Протест. Акция протест. Акция протеста. Акция протеста. Знаете, один... Один... Мужчина ко мне подошел, говорит, Ну, сейчас я дам вам слово. Сейчас я скажу. Чуть-чуть. Ну, подождите, чуть-чуть. Один мужчина подошел ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, я вот... Ну, как бы живу один, молюсь, развиваюсь как личность. Вот как вы думаете, когда... Ну, в какой момент, говорит, я уже не смогу один вот так жить, у меня будет семья, не смогу развиваться. Как это вообще этот момент выглядит? Как это вообще происходит? И почему это происходит? Я говорю по двум причинам. Первая причина, вот вы разовьетесь как мужчина, такой сильный, станьте, такой ответственный, такой жизнерадостный, волевой, такой... Ну, классно, как мужчина, станьте. И в какой-то момент вы станете сильнее возможности женщин это терпеть, что вы до сих пор один. И в этот момент они на вас такую силу обрушат, что вам придется какую-то девушку полюбить. Ну, и, естественно, вам придется ее взять замуж. Говорю, это первая причина того, что вам придется жениться неизбежно. Есть еще вторая причина. В тот момент, когда вы почувствуете, что у вас жизнь слишком счастливая, слишком хорошая, все у вас так классно одному, в этот момент у вас появится жена, которая вам даст возможность понять, что не все так классно. Ну, чтобы вы немножечко напрягались. То есть она вам будет создавать ситуацию, в которой вы будете развиваться. Когда мужчина один, он расслабляется сильно от того, что все так классно. Когда есть жена рядом, то не расслабишься. Вот две причины. Рассказывайте. Здравствуйте. А я еще поднялся историю, которая серьезная. У нас была такая проблема, большая. У нас хотели забывать все машины. Ну, там, супер. А у нас денег на проката хорошего не было. Потому что просто не было очень хорошего заката. Ну, пришли к любому там. И он сказал так, что этот процесс вы не берете, мы пока не берем. Ну, а что делать? Кому просить заступить? Я посмотрела, кто подавил этот прокатом, святой Ива. Я его напечатала, поставила себе на насталь, ну и давай молиться. И молюсь, молюсь, но не именно и вообще молюсь, но я знаю, что вот этот мой вопрос как не будет. Слушайте, проходит время. Этот процесс окончается. Мы знаем, что мы его не берем. Это было 100%. Вот так закончилось, что мы человеку, который был против моего мужа, ему присудили, платили 21 тысячи. Вообще ни за что. Вот требовал денег, и он враг тот человек. А ему это все так повернулось. Это было невозможно, но это было, ну так получилось. И я так считаю, что это вот, это святой Ива так вот меня заступил прям, и я так, ну это серьезно, вот я чувствую, что это так. И я потом подумала, вот что он я могу делать вот такой благодарной. И я подумала, это был святой, который был адвокатом, и давал своими знаниями защищать людей, застыть, беды. Моя хорошая, вам придется отдать микрофон, потому что это уже ваша лекция, не моя. Люди же на мою лекцию пришли. У вас очень хорошая история, на самом деле. Я ее буду рассказывать, я ее запомнил, мне очень понравилось. И так всегда работает, я тысячи таких историй знаю, тысячи таких историй. Господь действительно действует, Он действительно меняет все в жизни человека. Надо просто включиться в эти отношения. Одна из историй похожих, я сейчас вам расскажу, я когда приехал в Питер разок, меня на машине начали провожать муж с женой, встретили меня организаторы, говорят, мы захотели, чтобы вы с ним поговорили во время дороги, потому что они вам свою историю хотят рассказать. И так как не была лекция, у меня было много времени, я послушал эту историю, была история такая, что как бы людей хотели отнять бизнес в мафии. Есть итальянская мафия, есть русская мафия. Ну, пришли эти люди и сказали как бы отдавайте бизнес, иначе мы вас посадим в тюрьму. Вот. И они слушали мои лекции, они думают, ну, нет, мы не отдадим бизнес, мы будем молиться. и у них не было связи никаких там властей, просто они молились Богу. И они прошли вот эти три стадии. Первая стадия, они успокоились, чувствуют, что они ничего не сделали. Те люди приходят к ним, угрожают, они смотрят на них, ничего им не отвечают и продолжают работать. Те устраивают проверки разные, там, все, что-то пытаются делать, ничего у них не получается, потому что они молятся. На второй стадии, вторая стадия молитва называется влияние. То есть, они начали находить кого-то сверху, каких-то людей, которые их выслушивали и реально как бы понимали, что происходит. В результате, чем это закончилось, эти люди сами сели в тюрьму. не они посадили в тюрьму тех, кто им не отдал фирму, а сами туда сели, потому что эти люди прошли три стадии в молитве, и это была их судьба, это по судьбе им было положено, что у них должны были разрушить фирму, понимаете, но они победили судьбу с помощью молитвы, и в результате судьба отступила, и эти люди получили наказание. Так действует всегда, запомните, это всегда так работает система. Вот и женщина, то, что говорит, это указано, то, что у ней опыт, уже большой опыт в этой молитве, потому что победа над судьбой не сразу приходит в молитве, надо реально помнить о Боге во время молитвы, тогда это будет именно так действовать. В основном человек, ну понятно, что никто не соглашается, когда я начинаю всех хвалить, все на меня стрелки переводят, то есть ничего остается, делать. Спасибо вам большое. Ой, это вам спасибо. Я знаю на эту лекцию, вот видите, что я... На эту лекцию пришла? А почему? А, ну да, так. Я хотела спросить вчера, а как-то так вот... не получилось, не получилось, да? Не, я не за это, потому что я хотела спросить про дочку, она мне спрашивает про меня, и у меня такой конфликт внутри меня. А лекция тут при чем? Ну, а я знаю, что сейчас уже нет. Вот видите, вот мы сейчас узнаем природу женщины. Если женщина говорит, я пришла злая мужу, даже она говорит, злая на тебя, это вообще ничего не значит. Видите, я сейчас изучил тему. я не обиделся, не расстроился, потому что как бы я старался читать вчера лекцию, я мог бы расстроиться, да? Я почему не расстроился? Потому что я знаю, когда женщина что-то говорит, надо очень сильно проанализировать это. Я начал анализировать. Оказалось, что она злая вообще не на лекцию пришла. Хотя она сказала, я злая на лекцию. И она так и думала. Но она злая была не на лекцию, она дочка. Поэтому мужчины, вы когда женщину свою слушаете, не верьте ушам своим, если она вам что-то говорит. Потому что в 90% это оказывается не так, как вы услышали. Нужно всегда все фильтровать. Женская природа такая. Это нормально. У меня жена иногда говорит, мы вообще с тобой несовместимы. Мы с тобой зря поженились. Что это означает по факту? Ну мы с ней давно живем, я знаю, что это означает. По факту это означает, что у ней сегодня плохое настроение, она устала. И так как она устала, меня жена когда устает, ей хочется быть одной. И когда я мимо прохожу, она нервничает, раздражается и начинает говорить вот такие вещи. Как я реагирую на это? Я говорю, моя дорогая, тебе надо точно побыть одной, отдохнуть. И ухожу, куда-то занимаюсь своими делами. на следующий день она меня вид говорит, я так рада, что ты у меня есть. Я говорю, а вчера ты говорила, что мы зря как бы вместе. Я шутить начинаю с ней. Она говорит, ну я же вчера это говорила, потому что я устала. Она мне говорила. Мужчина, если женщина сама не верит тому, что она говорит, тогда зачем вы в это верите. Надо спокойно относиться к словам и обращать внимания. И тогда она будет счастлива, она будет любить, потому что ее слова это означает просто эмоции. У них нет чего-то глубокого. Глубокое наступает, когда мы неправильно реагируем на женщину. Тогда она уже вообще не говорит. Когда женщина уходит, она ничего не говорит. Она молча это делает. Если она говорит, значит, она не уходит. Если женщина не любит, она не будет об этом говорить. Если говорит, значит, любит. Ладно, ваш вопрос. Это очень к себе, очень некритично. Это женская тема тоже. Женская тема. Сегодня стала недовольная. Ничего не получается, да? Ничего не получается, все плохо. Бегать не хочу. Ленивая встала плохо. Встала поздно. Олег Геннадьевич говорит, что надо вставать рано. Я встала поздно. Бегать не хочу. Ленивая. Все плохо, поэтому у меня. Я вообще плохая. И иногда считаю, что именно в нашей личной жизни не получается из-за этого, что... Что вы плохая, да? Нет. Если вот у меня сейчас недавно просто-напросто так отказали. Понравился человек, все было хорошо. Потом я была... Я очень откровенная и сказала, что у меня недавно был мужчина. Я рассказала все, и он на этом... Да, вот это глупость. Это глупость. И он разрушает. Если вы с кем встречаетесь, не надо рассказывать, что у вас там было с другими. Это глупость вообще. Зачем об этом говорить? Близкие отношения с человеком – это интимные отношения. И вот даже если он вас спрашивает о том, у вас вообще какие-то чувства были, это подстрекательный такой вопрос. У тебя к какому-то мужчине были чувства, этот вопрос означает, ты только меня вообще любишь или еще кого-то любишь вообще в жизни. И надо сказать, а никаких чувств ни с кем не было. Вообще никаких чувств ни с кем. Только с тобой чувства, все. И хоть это и не правда, для него это будет правдой. Ему это лучше, понимаете, чем вы будете рассказывать всякую ерунду ему. Значит, откровенность... Откровенность должна быть фильтрованной. Вопрос в том, как повысить уважение к себе и... Это не называется уважение к себе. Сейчас психологи, многие говорят, уважай себя, уважай себя. Один, люби себя. Один лектор говорит, для женщин есть другая молитва. Я желаю себе счастья. И начал повторять женщины. Потому что женщины постоянно всем желают счастья, они отдают себя. Женщина иногда должна так же себе начать. И с женщинами садится и повторяет. Я желаю себе счастья. Женщинам очень понравилось. Абсолютно неправда. Потому что это вообще неправильная идея. Завтра мы будем об этом говорить. Нет никакого уважения к себе. Господь живет в сердце человека. И он его уважает. Если мы делаем как надо в жизни, у нас чувство в сердце, что все идет хорошо в моей жизни. Все нормально. А если мы делаем как не надо, тогда у нас включается совесть и чувство, что что-то не то идет в жизни. Понимаете? И когда ты уважаешь это чувство в своем сердце, это тоже означает достойное поведение. Если человек извиняется, разве он не достойный? Он очень достойно себя ведет. Да, человек извиняется очень достойно. Только надо извиняться с радостью. Надо радоваться этому процессу. Надо понимать, что это хороший процесс. Некоторые извиняют, значит проиграл. Типа я плохой. Нет, надо радоваться и извиняюсь.